Сейчас я расскажу о картине «Две китайские рыбы». Эта картина уникальна тем, что это единственная из всех моих картин, которые я старалась сделать именно в традиционном китайском стиле. Больше я такого никогда не делала, поскольку мне нравится пробовать разные стили, но я хочу везде следовать и моему собственному. Это «Две китайские рыбы». Это у меня была одна знакомая, Шаньмуль из Китая. Она была прекрасной художницей, и мне очень понравилось ее творчество. Оно было очень впечатляющим. И поэтому эти китайские рыбы, как рассказывала моя знакомая, они символ благополучия и который приносит удачу. Мне очень понравилась такая идея сделать как бы специфический символ домашнего благополучия. Я, конечно, надеюсь, что оно мне повезет, и поэтому это мой символ удачи. Я подарила эту картину моей маме. А она больше осталась уникальной вещью. Поэтому принты могут быть в продажу, а сама эта картина уже не продается. Она подарена на счастье моей маме. В этой картине я хотела показать, что есть, как мне рассказывала моя знакомая, каждому в жизни дается пять шансов на удачу и пять трагедий. То есть три из которых всегда можно избежать, а две под сомнением. Также и на счастье. Пять раз дается шанс на счастье. И только три из них легко никогда не упустить. А два очень просто упускаются. Но насколько будет большой шанс, большой удачей, это зависит только от каждого. Поскольку каждому дается все всем одинаково. Но все по-разному это используют. И также у человека есть пять чувств, которые следуют за ним. И еще два, они как бы спрятанные. И также есть по другой теории, нашей национальной. Каждому дается три зла и три счастья. И они следуют один за другим. Также есть теория о том, что существует шесть сторон света. Север, юг, запад и восток. И также вертикально вверх и вниз. То есть шесть направлений. И это все я изображала в моей картине про китайские рыбы. Рыба это символ благополучия и счастья. То есть они две. Это как пара. То есть соединяется мужская и женская половинки. Оба начала. Они как неразделимые части существования. Неразделимые части монады. То есть они также изображают двойственность этой вселенной. То есть есть день и есть ночь. Черное и белое. И оно следует один за одним. И одно без другого. Они всегда неразлучны. Всегда вместе. Поэтому рыбки две. А все остальное это будет длинная история, которая будет в моей книге. Амэйна Ах. Выбор пути.